Спасибо Андрею за столь интересный рассказ из истории его жизни и о том, как он начал увлекаться ведийской литературой и санскритом. Сегодняшняя тема нашего разговора очень специфическая, она особенная, потому что касается всех людей, которые интересуются ведийской культурой. Я бы назвала вот эту нашу беседу, как бы её тема, это заблуждение так называемого западного человека относительно индуизма и индуистов. И эти заблуждения, они происходят очень часто из-за того, что, возможно, мы западные люди так называемые, не знаем нюансов ведийской культуры. Об этих, подробно об этих заблуждениях мы поговорим немножко позже. Но вот мой вопрос такой, такой общего порядка. Андрей, как вы считаете, насколько действительно реально, чтобы так называемый западный человек, в целом как бы христианской культуры или около христианской культуры, способен ли он вообще понять ведийскую культуру, уклад жизни, вероучение и прочее? На ваш взгляд, насколько это, в принципе, актуально и насколько возможно это понимание? Да, спасибо за вопрос. Это вообще, по моему мнению, это достаточно затруднительно, потому что западный человек, обращаясь к индийской культуре, неизбежно переносит на Индию какие-то свои стереотипы, установки, образ мышления. И это, в итоге, зачастую, какой придумывает себе, каждый придумывает себе какую-то свою Индию. Это уже было в античное время, когда в Индии такой возник образ, стереотип, как страна чудес и страна мудрецов. Это мы видим в рассказах античных историков, писателей, географов об Индии. В частности, в географии Страбона, где какие-то реальные факты очень сильно перемешаны с вымыслом. Какое вообще, наиболее, какое затруднение в восприятии Индии? Дело в том, что, как я уже давно заметил, многие те, кто увлечены индийской культурой, думают, что тот индуизм, который мы видим сегодня, он был там и тысячу лет назад, и две тысячи, и три тысячи лет назад. Нет, на самом деле, вот этот индийский индуизм, то, что мы называем индуизмом, это сейчас мы его называем, да, это тоже такой очень современный термин, он очень сильно изменялся и эволюционировал. И та религия, которая была в Индии во времена Вет, Ригвет, этих четырех Вет, первых Ветийских Ариев, она очень-очень сильно отличалась от современного индуизма, даже во многих принципиальных моментах. Например, вот мы привыкли, что там главные божества в Индии, это там Вишну, Шива, там Кали, а в Ветийскую эпоху были совсем другие верховные боги, такие как Индра, Сома и Агни. Затем в наше время основной способ почитания божества – это пуджа, это то есть почитание изображения божества, там, по-моему, какие-то ему поются мантры, считаются, делаются ему разнообразные подношения, да, а в Ветийскую эпоху пуджи не было, а была яджня, или яджня, ну, это жертва приношения. И кого-то шокирует, что для того, что в Ветах, не то, что не было вегетарианства, но даже вегистские арии употребляли в пищу говядину и приносили в жертву коров. Так, а вообще-то это шокирует и не только любители Индии наших многих, но и самих индийцев, которые не знают от своей собственной теста своей истории. Но вегетарианство, которое столько бы популярно среди любителей Индии, уже возникает исторически. Сначала его не было вообще. Далее, на этом популярны там концепции, как карма и перевоплощение. Опять-таки, они возникают со временем. В Ветах мы не находим вот таких-то, вот именно указаний на то, что люди после смерти претерпевают какие-то, либо там вознаграждаются, либо наказываются за какие-то слова, за какие-то свои деяния на земле. В Ветах этого нет. В Ветах просто предки, там с дымом погребального костра, вернее, люди, покойники, с дымом погребального костра возносятся на небеса, где пируют с ямой, с первым из умерших. И здесь нет указаний на то, что они потом могут как-то перевоплотиться и снова находиться среди живущих. Постепенно концепция перевоплощения и кармы, она развивается, ее зачатки мы видим в Упанишадах, где есть представление о двух путях, там солнечный путь и лунный путь. Потом тоже концепция кармы возникает со временем, потому что вот в послеведийский период, это такой период великого брожения мысли, когда мыслители пытались ответить на вопрос, как вообще, чем обусловлено именно состояние человека, что они там богатые, другие бедные, одни здоровые, другие больные и так далее. Ну и каждое направление отвечало на это по-своему, например, была концепция Ишвара Вада, что все определяет личный бог самопроизвольно, и человек вообще-то бы ни на что повлиять не может. Была концепция всесильной судьбы, дайвы, что вот просто есть как бы судьба, рок, и ей тоже подвластны и боги, и люди. Была концепция случайности, не Яти Вада, что все просто самопроизвольно, или Ятишка Вада, вернее Ятишка Вада, что просто все происходит по воле случая, и ни люди, опять-таки, ни какие-то другие существа, ни на что сами повлиять не могут, и сами как бы за себя и не отвечают. Да, вообще больше в эпосе, именно в ранних слоях эпоса, мы сталкиваемся с учением о времени Кававада, что Кава, время, такое огромное чудовище, само себя порождает существа, но также их и поглощает. И вот то есть концепция кармы, учение о карме, было только одной в той пору, одним из этих вот конкурирующих учений, которое потом, однако, победило и стало доминировать в индийской мысли. Но первоначально его вообще сначала не было, потом оно просто было одним из таких, нескольких теченников соперничающих, и, наконец, оно одолело, так сказать, свои какие-то другие направления, и стало вот именно популярным среди индийцев, и в том числе, эта вера в превоплощение уже потом, в 19 веке, начала распространяться и в западном мире. Затем, какое-то такое заблуждение очень такое, что, как правило, если западный человек привлекает к религии, к христианству, да, христианство это набор таких догматов, там, один, два, три и так далее, да. А в индуизме этого нет, никаких вот именно догматического, стройного какого-то вероучения нет. Здесь есть...